Как вы думаете, что может продавать фирма «Русские веники»? С этим вопросом мы обратились к жителям нашего города. Я не знаю. Русские веники фирма что продает? Веники русские. Что продает фирма «Русские веники»? Ну, кроме веников, я не знаю, что они продают. Как оказалось, организация с безобидным названием занималась на территории нашего города реализацией совсем небанных принадлежностей. В УВД по городскому округу Домодедово неоднократно поступали жалобы от граждан о том, что на территории торгового центра «Поляна», расположенного на улице Корнеева, осуществляется продажа курительных смесей, так называемых «спайсов». В ходе проведения мероприятий по данным павильоне были обнаружены и изъяты ароматические смеси, в которых содержались непосредственно данные «спайсы» в количестве 1200 штук. В настоящее время материал направлен в суд для принятия решения. Также было установлено, что генеральный директор организации, которая осуществляла данную деятельность, а именно «Русские веники», является подставным лицом и зарегистрированной территорией города Москвы. «Спайс» — это любое высушенное растение, пропитанное синтетическим канабиоидом. У синтетического канабиоида много формул. И как только правоохранительные органы запрещают одну формулу, тут же появляется другая. Поэтому «спайс» свободно продается на улицах и в интернете под видом ароматических трав и курительных смесей. Эта проблема у нас появилась уже более полутора лет назад, но действительно массовый характер. И вот свою остроту она приобрела где-то за последние полгода. В этом году, с мая месяца, у нас было выявлено несколько фактов отравления несовершеннолетних курительными смесями, а именно «спайс». Летом этого года была внесена инициатива о внесении данного вещества в список. То есть это все проходит пока необходимые законодательные процедуры. И в любой момент данное вещество может быть отнесено к числу запрещенных к обороту на территории Российской Федерации. Ну и что же остается в итоге? В настоящее время по результатам проведенных исследований было установлено, что состав этих курительных смесей состоит из нескольких прекурсоров, которые в настоящее время не внесены в запрещенный перечень наркотических веществ. В связи с этим практически невозможно привлечь к ответственности распространительных данных «спайсов», за исключением того, что в данных смесях имеется табак, а он запрещен продажей несовершеннолетним. Ароматические смеси, курительные смеси, спайсы – все это дряни. Как долго мы еще будем относиться беспечно к здоровью наших детей? Сколько еще мы будем не замечать происходящего вокруг? Леонид Чукин, Николай Голынкин, Михаил Фролов. Домодетское муниципальное телевидение.